На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Заметил за собой, что радуюсь чужим неудачам. Как стать добрее к людям? Это довольно частое искушение, когда мы радуемся чужим неудачам, в особенности, если тот человек, неудачам которого мы радуемся, является нам таким жизненным конкурентом. Например, мы конкурируем за похвалу, мы конкурируем за работу какую-то. И в самом детстве довольно часто ведь дети тоже знают, что их мать или их отец за что-нибудь их похвалит. И в этом их радость, если другого брата или сестру не похвалили. Это и в детстве, к сожалению, бывает. Но это вырастает иногда и в то, что дети становятся взрослыми, но они продолжают искать одобрение, которого им не хватило, может быть, в детстве. Одобрение со стороны начальства, со стороны друзей, желание стать людьми, выдающимися во всех отношениях, которых все вообще хвалят. Но, к сожалению или, может быть, к счастью, такого достичь, конечно, невозможно. Те люди, которые достигли вершин известности, лучше всех, наверное, это знают. Общей похвалы не может быть. И те, кто очень становятся известными, в том числе и добрыми делами, имеют людей, которые следуют за ними и непрерывно напоминают им о каких-то их недостатках. Их даже называют хейтерами, от слова английского hate, то есть ненависть. Это какое-то удивительное такое свойство человеческой натуры. Но когда мы можем смириться с этими хейтерами нашими или ненавистниками нашими, это одно, и это очень правильно, потому что мы должны следовать путем Христовым и не обижать в ответ на обиды в нашу сторону. Но, конечно, для нас очень важно еще и не стараться делать другим какое-то зло и, конечно, не радоваться чужим неудачам. Да, жизнь наша конкурентна. Да, довольно часто бывает, что путь вперед лежит через очень какую-то узенькую дырочку, и пройти туда может кто-то один. Кто-то один может получить хорошую работу, кто-то один может жениться на какой-то симпатичной девушке, которая нравится сразу очень многим. Одним словом, наша жизнь, конечно, бывает очень конкурентной. И жизнь зачастую нас заставляет просто, толкает нас на зависть другим людям. Мы не должны этому поддаваться. Мы не должны следовать по пути мирских людей. Мы должны следовать путем Христовым. А путь Христов заключается вовсе не в том, чтобы, расталкивая локтями, пытаться занять первое или важное место. Нет, Господь говорит, что тот, кто хочет быть первым среди вас, пусть будет всем слугой. Вот в этом смысле мы и должны строить свою жизнь. И если нас жизнь или другие люди оттеснили на последнее место, то мы должны вспомнить просто пример Господень, который в житейском смысле слова ничего этого не имел, ничего из того, что имеют люди зажиточные. Наоборот, он закончил свою жизнь на кресте как рабы, как те люди, которые восставали против порядков земных, как те люди, которые оказывались последними в очереди на первенство. И мы должны идти тоже этим путем и никогда не завидовать тем, которые прошли, как нам кажется, иногда дальше, чем мы. Наш путь другой, наш путь Христов, наш путь, который зовет нас на последнее место, с которого только сам Господь может перевести нас на первое. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok